Здравствуйте! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Я сегодня хочу коснуться очень болезненной такой темы в нашем обществе. Это тема о детях-аутистах. Да, сейчас эти детки все приходят в школы общеобразовательные. Конечно, есть специализированные школы, но в тех случаях, когда ребёнка некуда вывести, дети приходят в школу, для них организовывают индивидуальное образование, как для детей, с особенностями здоровья. И с ними работают учителя по программам, которые есть для таких деток, составленные Министерством образования. Но есть очень тяжёлые случаи, и поэтому я сама работала с этими детками. И в помощь родителям теперь вот у меня есть возможность нести эту информацию людям, которым она очень нужна, просто необходима. С разрешения Валентины Юрьевны Мироновой, академика, биофизика, я получила такое благословение читать отрывки из её статей, которые расположены на официальном сайте в интернете Проза.ру. Вы можете зайти на этот сайт и читать эти статьи самостоятельно. Пока что я предлагаю вам отрывки из статьи Валентины Юрьевны «Реабилитация аутистов. Анонс и суть книги». В помощь родителям, врачам, исследователям и аутистам всех возрастов предназначена эта книга. В ней дан глубокий научный анализ и синтез для того, чтобы грамотно показать вам, почему аутисты не являются аутистами. Эта книга называется «Реабилитация аутистов. Физиология дыры Брамы. Справочник». Материал призван реабилитировать тех людей, которые отличаются от подавляющей норм строением своего головного мозга и предназначением. Собран и отредактирован научный практический материал по состоянию и различным проявлениям головного мозга аутиста. Для написания этой книги, пишет Валентина Юрьевна, нужно заглянуть во все области познания, чтобы найти те крохи, жемчужины, которые и составили основу материала. И я добавлю от себя, что я не поленилась посчитать список литературы. И он оказался 437 наименований. В предлагаемом вашему вниманию статье даются краткие выводы. «Связь» Валентина Юрьевна, прежняя, на Прозору, можно найти ее страничку, и там вы увидите даже ее почту, и можно будет с ней связаться и написать то, что вас будет очень интересовать. Я хочу сказать, что Валентина Юрьевна отвечает всем. Несмотря на ее занятость, она и вот с вашей слугой, которая сейчас перед вами вещает, она тоже ответила мне, и я ей очень благодарна за то, что она никому не отказывает. Итак, Валентина Юрьевна в своей книге говорит о похожести строения мозга творческого человека и аутиста. Дальше я статью всю не буду перечитывать, а взяла из нее только некоторые фрагменты. Итак, вот продолжим сейчас, например, про локальную синхронизацию. Что это такое? Локальная синхронизация в специфических и в проекционных сенсорных зонах коры соответствует более успешной реализации экстрасенсорного творческого восприятия. Тогда как глобальная синхронизация во всей коре отражает уровень напряженности интеллектуальной работы, препятствующей этому виду восприятия, то есть сенсорного. Почему это так важно? Потому что в головном мозге аутистов наблюдается именно локальная синхронизация. Можно сказать и больше. Локальная синхронизация наблюдается именно в той части головного мозга, которая является самой главной для человека. Итак, дальше Валентина Юрьевна говорит о ритмах, на которые работают. И вот, например, гамма-ритм. Гамма-ритм один из показателей духовной интуиции или духовного интуитивного мышления. При этом формируется вокруг головного мозга особое высокочастотное поле, не аура. Здесь помощником или физиологическим проявлением получаемой психической энергии является мозговой песок эпизиса. Это излучаемое поле, как и поле единого сознания, имеет не электромагнитную природу, но может быть проявлена и электромагнитная проекция. Например, волны Козырева, Колпакова, Акимова. Высокий гамма-ритм может быть критерием-показателем осознанности. Подобное наблюдается и у аутистов, так же, как и у экстрасенсов. И у любого креативного, то есть творческого человека. Мозг творческого человека, а аутиста тем более, улавливает сверхслабые сигналы. Это проявляется в способности мыслить нестандартно, то есть устанавливать неочевидные для большинства связи между, казалось бы, банальными явлениями. При этом в головном мозге рождаются другие дендритно-нейронные цепочки и проявляется другая нейрофизиология. Поэтому всем людям очень важно быть в ладу с самим собой, даже наперекор тому, что видят глаза, а может быть именно поэтому. Тогда начинает быть активной особая система, при которой человек погружается в творческое состояние. Происходит общение со своим высшим Я. Включается телепатия и проявляется чувство знаний. А окружающие люди видят погруженного в себя человека, который практически не реагирует на внешние сигналы. Вы и сами наверняка испытывали подобное. Вам это ничего не напоминает? Это состояние также называется аутизм. При творческом состоянии сознания, помимо высокого гамма-ритма, возрастает чувствительность пространства, интуитивного и внешнего. Для аутистов это очень болезненно. Да, практически у всех аутистов баланс возбуждения, торможения нарушен. Их мозг перегружен, поэтому и был выявлен избыток фонтанной активности гамма-ритма у детей с аутизмом. Это официальное резюме. Теперь посмотрим с другой стороны. Перевозбуждение головного мозга у аутистов происходит не вследствие генетического нарушения, а из-за неумения общаться взрослых с ними. Да, и собственные мысли, родившиеся в итоге такого общения, как и чувства, гармоничными назвать нельзя. А высокий гамма-ритм показывает пример иного мышления. Таких деток, пишет Валентина Юрьевна, часто залечивают. Им показана детоксикация, восстановление кишечной микрофлоры – важный момент. Да и для взрослого человека это желательная процедура выведения токсичных веществ из организма. В целях детоксикации применяется демеркатосукцинат. Он связывает шпуть, алюминий, сурьму, мышьяк, основные компоненты – жиженации и выводит их из организма. Гипотеза о тяжелых металлах как токсической причине аутизма получила развитие и послужила практическим руководством, позволившим достичь внушительных терапевтических успехов. Основоположник доктора Гейл. Чужеродные антитела исчезают с началом детоксикации и поведением штуки. Аутисты – это те люди, которые обладают ярко выраженной осознанностью для решения конкретных задач. Можно сказать, прорывного характера. Для этого требуется совершенно иной мозг и иные неврологические отклики. Естественно, привычный мозг – как одно из проявлений мышления, заточенного под конкретный мир и условия проживания. Меняются условия, меняется и мозг. Им нужны принятия, а не лечения. Ощущения аутистов не имеют связей. Данные от органов зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния поступают в мозг аутиста, накладываются друг на друга. Если аутист чем-то увлеченно занят, а недалеко раздается резкий звук, то он может не просто испугаться. Они возникают настоящий бесконтрольный приступ паники. Именно аномальное чувствование восприятие объясняет необъяснимый крик. Отсюда и объяснение того, почему они могут подолгу смотреть на вращающуюся юлу, кусать самих себя, продолжительное время раскачиваться на стуле. Так они восстанавливают внутреннее спокойствие и гармонию. Вот я зачитала только небольшую часть из книги Валентины Юрьевны Мироновой «Реабилитация аутистов. Анонс». И хочу под конец сказать то, что да, вот, например, в моей практике был такой случай. Я закончила сейчас говорить о том, что эти дети, если они сами в себе и нарушить их покой, они бурно реагируют. У них начинается истерика. И в моей практике в жизни по рассказам мамы мальчика случился такой случай, когда мужчина на прогулке набросился на этого мальчика, что-то ему не понравилось, начал громко кричать. И так и случилось. Была истерика. И этот взрослый человек потом отвечал за свои поступки. Итак, вот такой небольшой отрывочек из книги Валентины Юрьевны Мироновой. С вами была Надежда Николаевна на канале Баба Надя. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего!